добрый вечер мы сегодня закончим разговор связанный с рамья у и следующий раз уже тогда после пулема следующая неделя пулем то есть через две недели получается мы вернемся как бы к разговору текстах танаха истории история связанная с началом возвращение из персидского плена на построение второго храма изра иных имя и так далее вот на сегодня повторяем мы закончим разговор о ирмия у и а его типологической роли в создании пророческих фигур или семи пророческих фигур в еврейском и ранее христианском дискурсе значит я сейчас уже открою а ты меня не сделал со я не могу открыть презентацию слышь да 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 сейчас не прощаться окей спасибо значит прошлый раз мы говорили про иосифа флавия и его попытки представить самого себя как второго иеремию значит вот сегодня я начну стал мудической истории и она на самом деле появляется в целом ряде источников хотя ее принято приводить по вавилонскому талмуду хотя версия вавилонского талмуда судя по всему самая поздняя хотя тоже не факт а зависит от того как датировать текст а вот дарабинатан есть те кто датирует его даже пост-талмудическим временем в самом случае медра шейхараба по времени судя по всему предшествует окончательной редакции вавилонского талмуда вот а история она очень история очень известная про то как робан юхан бен закай появился перед виспасианом это сразу же заставляет вспомнить то о чем мы говорили по поводу флавия потому что это ровно тоже ровно та же самая история она немножко иначе рассказано как мы сейчас увидим но история крайне похоже значит а история так как она отличие между разными версиями есть они иногда чисто стилистические иногда чуть более серьезные но мы сейчас этим заниматься не будем а посмотрим в целом на эту историю значит согласно которой робан юхан бен закай обращается к руководителю восставших который называется здесь аббасикра не всюду он так называется иногда он называется бен батуах и другие имена есть в некоторых версиях вот он его просит прийти к нему тайна и говорит о том что на текст переведен здесь на иврит больше его часть в в вавилонском талмуде да и собственно говоря и в вейхараба на арамейском языке а он ему говорит вы доколе вы будете заставлять людей голодать и умерщвлять людей своим голодом да потому что город иерусалим находится в осаде на что руководитель восставших ему отвечает он кстати родственник рабана юхан бен закая согласно этому тексту что же я могу сделать всем что-нибудь скажу они меня убьют на что раван юхан отвечает придумай что-нибудь такое чтобы меня можно было как-то вывести за пределы города и возможно что тогда будет хоть какое-то спасение тот он предлагает представиться больным смертельно больным умирающим на вот предлагает ему в частности подложить что-то вонючая рядом с собой чтобы люди подумали что он умирает вот а потом после этого чтобы его ближайшие ученики рабе или заработали его шо вынесли бы его и они действительно выносят у входа в город у выхода у ворот их останавливают стражники хотят проткнуть труп проткнуть тело на праве дабы проверить живой ли это или мертвый человек из чего можно заключить что это не первый такого рода случай попытки сбежать из осажденного города на что оба секрет говорит им нехорошо будет говорить что своего учителя проткнули когда хотели его толкнуть тоже нехорошо будет говорить что своего учителя толкнули поэтому открыли ворота и таким образом раба на юхана бен закай был выведен за пределы иерусалима он приходит стан и обращается к виспасиану со словами мир тебе царь на арамейском шлама шлам алах малка виспасиан говорит ему на это ты тебе полагается две смертных казни одновременно во-первых за то что назвал меня царем хотя я не царь а во-вторых если я царь действительно то почему ты до сих пор не приходил ко мне на что работа юхана бен закай отвечает то что сказал что не царь я тебе на это отвечу ты таким мы все-таки царь потому что у нас есть традиция согласно которой уже солим не может пасть иначе чем от руки царя и он цитирует ему стихи из стих из книги шеяу в альбанон до 1 и пол дальше страктуется таким образом что один это царь альбанон это храм приводится соответствующие стихи из которых это учится а то что продолжает работаю хан ты говоришь если я царь и почему-то не пришел до сих пор бандиты которые среди нас не давали мне выйти на это ему виспасиан отвечает если вокруг бочки с медом обвился обвелась змея бился змей не следует ли разбить бочку для того чтобы убить змея роман юхан бен закай промолчал видимо понимая на что намекает беспасиан и тут рассказ прерывается на минуту и есть некая рефлексия редактора который вводит слова то ли аморы раба йосефа то ли еще более ранние слова рабе акивы которые цитируют стих из опять же из книги шеяу миши в хахами махор в да а там и сакель господь как бы лишает мудрецов разума он должен был сказать роман юхан бен закай берут щипцы с щипцами этими хватают змея и убивают его а бочку оставляют в это время виспасиану приходит какой-то посланец из посланец из рима и говорит ему встань умер цезарь и важные люди вельможи рима лишили воцарить тебя виспасиан как тут говорится был обут в один ботинок хотел а будет в этот момент другой но ботинок не не мог он не мог его надеть не получалось хотел снять тот тоже не получалось он удивляется и спрашивает такое на что робот юхана бен закай отвечает ему не горюй не печалься это потому что ты получил хорошую весть наших источниках сказано в книге притчи что хорошая весть уточняет уточняет кость спрашивает виспасиана что же мне надо делать сказал ему роман и хан бен закай пусть приведут тебе человека которого ты не любишь и от этого нога сразу же похудеет потому что сказано опять же книги притчи что печальный дух высушивает кость он сделал так и в самом деле смог вставить ногу в ботина сказал виспасиан ему и раз вы все такие мудрецы что же до сих пор ко мне не приходил на это ему робот юхана бен закай отвечает я же тебе сказал и тот ему отвечает я тебе сказал и по и последнее виспасиан говорит я ухожу и пошли другого человека вместо себя ты можешь попросить у меня что-то хочешь робан юхана бен закай говорит дай мне явное и мудрецов а также династию робана гамлеэля и врачей которые бы вылечили робит садоха который постится и снова рефлексия редакторов от имени опять жирава йосефа или раби акивы тот же стих из из за и шай ау цитируется господь лишает мудрецов разума он должен был попросить чтобы виспасиан виспасиан пощадил бы в этот раз город а робан юхана бен закай считал что виспасиан все равно не согласится на такую просьбу и сочтет ее наглой а так по крайней мере хоть какое-то малое спасение кстати в одной из версий как раз говорится о том что в начале робан юхан бен закай просил виспасиана пощадить город там это именно так проговариваться версии виланского талу до этого нет значит прежде всего отметим что как бы сказать позитив и позитивистская школа обычно ищет какое-то историческое зерно внутри рассказа понимая что в целом достаточно а историчен но всегда ищут какое-то историческое зерно то есть видимо за этим что-то стоит стоит действительно ли подобное событие имело место мало доказуемая рассказ действительно абсолютно историчен начать с того что виспасиан никогда не был у стену русалима и весть о том что его провозглашают цезарем пришла к нему когда он из из галилеи выехал в египет там собственно его провозгласили императором а в стену русалима находился тит его сын который осаждал город естественно не то чтобы сразу после гибели нерона римские вельможи провозгласили виспасиана императором там была целая такая чехарда сменяющихся каждые несколько месяцев цезарей вот и собственно провозгласили то виспасиана сначала не время в египте тиберий александр наместник рима его провозгласил императором от имени армии вот ну и весь антураж этой истории он довольно таки легендарно с другой стороны опять же невозможно не вспомнить историю флавия они крайне похожи значит ли это что в еврейской среде ходило несколько вариантов одной и той же истории или что история о флавии каким опыт каким-то образом стало известно и повлияло на формирование раввинистического рассказа сначала по всей видимости земли израиля скажем мидрошей хараба на каком-то этапе это пришло и в вавилонский талмуд точно мы знать что мы не можем понятно что история флавия сама по себе тоже проблематично мы об этом говорили в прошлый раз на насквозь апологетично хотя никто не подвергает сомнению тот факт что флавий действительно сдался в плен римлянами в результате был так сказать принят и будущее императорской семьей в качестве своего клиента в этом смысле талмудическая история гораздо менее исторично но талмудические истории собственно как правило и не претендуют на это исключительно редких случаях мы можем говорить действительно о попытке дать какое-то реальное историческое описание неких событий тут дело не только в том что эти события отстоят по времени а в случае вавилонского талмуда на большом расстоянии от того что происходило в реальности а и собственно в том о чем когда-то еще написал йонов профессор йона френкель что общая направленность талмудических историй да когда они занимаются материалом исторического характера заключается не столько вас в реконструкции исторических событий сколько в некотором педагогическом замысле что мы можем понять из этой истории и если выражаться языком школы нового историцизма то что мы можем понять об авторах этой истории а вот что они нам хотят собственно донести о чем они думали в каком культурном окружении они жили и какие идеи витали в воздухе значит мы видим что конкретно в нашей истории есть некоторая такая двусмысленность с одной стороны можно сказать что это такой вот важный формирующий сознание рассказ о начале по большому счету о начале раввинистического мира после разрушения храма а вот это как бы некоторая точка отсчета также точно как есть в раввинистических источниках история о том как елель стал руководителем народа сангедрина так формулируется носи носи сангедрин это как бы тоже некоторая точка отсчета начала формирования мидрашистской традиции так вот и здесь на это некое начало явнинской традиции но закладывается здесь благодаря раббану йоханану бен закаю не погибло все что-то удалось спасти и дать толчок новому начал началу формированию пост храмового иудаизма с другой стороны мы видим что здесь есть некоторые авторские ремарки опять редакторские ремарки которые вкладываются уста мудрецам и в них высказывается некая сдержанная критика того что делает раббан йоханн бен закай его позиция воспринимается как недостаточно твердая в общении с виспасианом а он первый раз не пытается спасти иерусалим но это еще ему допустим можно простить но второй раз когда виспасиан уже обязан им обязан дважды тем что тот провозгласил фактически предвидел провозглашение его императором и еще к тому же исцелил его а исцеление это такой фольклорный сюжет в свое время авраам шалит написал большую статью об этом рассказе и там указывал на истоки этого фольклорного сюжета с исцелением ноги с опуханием костей и с их похуданием вот и после этого казалось бы раббан йоханн бен закай мог бы требовать более настойчиво по крайней мере попытаться то что критика вкладывается уста помимо прочего раби акивы не случайно потому что раби акива известен своей милитантской позиции по отношению к риму вот но я хотел бы обратить здесь ваше внимание на одну немаловажную вещь которая мне представляется существенной в рамках нашего рассказа случае с флавием было очевидно я в общем попытался вам это доказать думаю что это в общем с трудом можно опровергнуть что флавий описывая всю историю свою сельскосианом пытается как я уже искал представить себя вторыми ремей и я позволю себе утверждать что авторы этого рассказа не только в версии вавилонского таланта но и вообще как бы знали они историю флавия или не знали трудно сказать но во всяком случае они выбрали другого культурного героя роль на роль культурного героя здесь был выбран роман йоханн бен закай который подобно флавию сдается римлянам и предрекает подобно флавию царство виспасиану и эти две во первых прежде всего эти две детали соединяют оба образа с иеремии с иеремии во первых мы помним что иеремия у пытается сбежать из осажденного города из иерусалима ему это не удается сделать его хватают у ворот в этом смысле история с романом йоханн бен закаем ближе к истории иеремия учим история с флавием флавий сдался сам в плен выйдя из убежища после падения йодфат здесь речь идет об осаде иерусалима как и в случае с иеремия у здесь опять же у ворот также точно как в случае с иеремия у пытаются установить того кто убегает случае с иеремия у это удается сделать и его обвиняют как мы помним в государственной измене ты пытаешься предаться варилонинам здесь то что не удалось сделать иеремия удалось сделать раббану йоханну бен зака иеремия у помним мы говорил о том что всевышний господь отдал царство на выхода носу отдал царство на выхода носу отдал власть над миром то же самое флавий говорит по поводу и спаси она и практически то же самое в чуть более забуалированной форме проговаривается здесь только царь поставленный богом может уничтожить иерусалим а для этого цитируются стихи здесь как бы другая культура культура мидраша иеремия у просто объявляет о том что бог отдал мир во власть на ухудоносору флавий говорит нечто подобное о виспасиане хазаль мудрецы для того чтобы доказать это и мне даст они не апеллируют как правило к высшим силам это воспринимается у них как дурной тон когда это делает в известной истории рабе и лезер в трактате баумиция это не нравится люба шама амхи она не на небесах тора поэтому используются стихи которые можно истолковать и понять соответствующим образом кроме того мы помним что иеремия освобождает из-под стражи на вузарадан начальник на уходоносора по личному приказу царя флавия освобождает из-под стражи в результате виспасиан опять-таки раба на йоханана бадзака виспасиан тоже отпускает в случае с иеремия у на вузарадан спрашивает хочет ли пойти вавилон или остаться здесь иеремия выбирает остаться земле израиля и на вузарадан дарит ему подарки случае с флавием опять-таки виспасиан и тит дарят ему дарят ему подарки после того что освобождают в случае с работа на закаем виспасиан сам спрашивает что тебе дать и надо отметить как бы здесь такой важный момент для талмудического рассказчика ничего не просит для себя он не просит дары для себя и не принимает дары для себя он просит для общего дела да я прошу явно и явно создать там центр мудрости я прошу за династию раба на гамлиэля тоже исторические отношения между раба на юханам бед закаем и будущим раба на гамлиэля явненским были весьма судя по всему проблематичными а также прошу врачей для которые бы исцелили рабица дока который болел потому что постился как бы мотив дара он присутствует только он здесь как бы облагораживать здесь есть еще одна деталь которую которая отсутствует в истории афлавии естественным образом зато она еще больше укрепляет сходство раба на юханам бен закая с армия а именно вот весь этот диалог с оба сикра и чрезвычайно напоминает диалог ирмия у сарем цитки а у тайна с ним встречается на это важный момент тоже тайная встреча и опять-таки виска и подобно обе сикре он высказывает страх перед тем что он не может своим министром сказать там допустим что нужно сдаваться вавилониным потому что тогда мне самому будет плохо а то есть очевидно что весь этот мотив здесь он опирается на рассказ книги ирмия если я подытоживаю этот момент я скажу так что очевидно что наш рассказчик не говоря этого прямо строит образ своего культурного героя раба на юханам бен закая как второго ирмия и это очень существенно потому что опять-таки поведение раба на юханам бен закая проблематично мы не знаем на самом деле исторически мы вряд ли можем реконструировать подробности судя по всему судя по всему можно предположить что робан юханам бен закай был оставлен живых после того что был взят плен римлянами и отправлен явный о котором мы знаем кстати говоря что судя по всему это был своего рода такой лагерь для военнопленных ну не совсем на это был город его не отправили короче говоря в лод могли бы отправить в лод центр еврейской учености того времени 2 по значению иудеи после иерусалима но отправили в явный смешанный полуэллинистический город где по крайней мере по предположению гидалии аллона такого очень известного исследователя политической литературы и истории содержались военнопленные как бы поведение его может быть воспринято как проблематичное в конце концов мы знаем что флавия обвинили в государственный в измене общему делу после того что он согласился сотрудничать с римлянами и вот наш рассказ судя по всему носит такой в целом апологетический характер хотя между строк признает как бы вот эту проблематичность поведения раббана йоханна бен закая но при этом последние это слова в ацала пурта малое спасение это малое спасение которое принес раббан йоханна бен закай в результате выросла в спасение большое а благодаря ему как защитить раббана йоханна бен закая от нападок в предательстве намекнуть на то что он у него был великий предшественник который вел себя подобным образом пророк ирмияу в отличие от флавия который покинул землю израиля сделался римским гражданином писал по-гречески в конечном счете и в этом смысле был отсечен от лона еврейской традиции роман йоханна бен закай остался из земле израиля подобно тому как ирмияу присоединился гидалии сыну ахикама в митспе так раббан йоханна бен закай оказывается явны и в этом смысле их пути похожи оба пытаются воссоздать нечто из руин а вот в этом смысле и хочу сказать что ирмияу здесь в этом рассказе является фигурой типологической перед тем как перейдем последним нашему сюжету в этой в рамках этой темы если есть вопросы и замечания то я открыт кто-то хочется что-то спросить или кратко сказать я такой короткий вопрос а каковы источники книг и иосифа фаре что значит каковы источники но откуда мы знаем что эти тексты аналитичные что это он написал или не написал куда они вот смотрите значит он пользовался он пользовался например когда описывал космонийскую историю пользовался сочинениями николая дамаскова он собственно об этом сам пишет вот значит сомнения ну когда он пишет иудейские древности так естественно первой части иудейских древностей значительной части основной источник это тонах дальше опять же когда он рассказывает космонийскую историю так он пользуется теми источники которые ему были известны тот же николай дамаски точнее не совсем так я не совсем так сказал космонийская история это в основном макавейские книги на он пользуется макавейскими книгами когда он доходит до ирода до свержения по сути дела космонийской династии то тогда он пользуется сочинениями николая дамаскова который был придворным историком при ироди вот а потом когда дело доходит до иудейской войны против рима нет у него никаких источников он как бы описывает сам утверждая что он делает это с максимальной объективностью хотя сам же говорит что мне это очень трудно делать потому что сердце моё болит хочется плакать по поводу того что произошло конечно его сочинение не полностью объективны как мы говорили вообще сочинение древних историков да собственно говоря каких бы то ни было а потому что в конечном счете историк не только излагает факты но и выражает некую историческую концепцию вот в этом смысле его объективность всегда под некоторым вопросом но в данном случае когда мы говорим о флаве есть еще самый апологетический момент попытка себя защитить от критики поэтому до в тех или иных местах мы можем подозревать какие-то передергивания кроме того с течением времени некоторые тексты были отредактированы и вставлены вставки мы например знаем о том что знаменитая тестимония флавиана так называемый текст которым рассказывается о иисусе он значительной степени был отредактирован христианскими средневековыми авторами и редакторами вот которые туда вставили представление о мессианстве и иисуса вот и сегодняшний день найдены источники этих вставок нашему финны свое время такой исследователь опубликовал текст вот так что вот такова и такова ситуация с флавием эти рукописи сильнее аутентичные они как бы доказано что это его никто в этом особенно не сомневается рукописи рукописи понятное дело до нас не дошли рукописи написаны его рукой до нас нашли рукописи гораздо более поздние то есть переписка какая-то хорошо его сочинения сохранялись христианской церкви теперь их как по поводу любых вообще текстов можно начать сомневаться какой мере они аутентичны да но как бы обычно с этим так вопрос не ставится я не занимался специально текстологией сочинений флавия но ни у кого нет сомнения что сочинение иудейская война иудейские древности против опиона или о древности еврейского народа жизнь да что все аутентичные произведения иосифа вы сами говорите что редакции то есть какие-то вещи естественно какие-то вещи смотрите смотрите как бы по общему представлению как бы большая часть текста это его текст его текст на опять же стилистические исследования текста флавия есть разница между тем каким языком написана иудейская война которую когда он ее писал переводил на греческие судя по всему его был редактор греко говорящий который ему помогал а когда он писал иудейские древности он уже сам достаточно хорошо владел греческим языком и писал сам ну как бы нет таких особых сомнений но хорошо я перехожу с вашего разрешения к последнему нашему сюжету и он связан с раннехристианской литературой то есть собственно говоря с новозаветными текстами которые надо отметить что термин христианский да он как бы анахронистичен по отношению к этим текстам потому что год там еще нет это более позднее представление когда эти тексты писались и создавались они еще даже не были каноническими значит автор я сейчас не буду говорить скажем о текстах павла я буду говорить исключительно о нарративе евангельской евангельском нарративе где образ иисуса по моему мнению я писал об этом свое время тоже строится как своего рода вторую риме и тоже я попытаюсь это вам доказать надо отметить что вообще конечно фигура пророка ирмия у крайне важна одна один из самых важных пророков в глазах этих авторов прежде всего потому что идея нового завета естественно не как книжного канона этого еще нет а нового завета о котором иисус говорит кровь моя это кровь нового завета вот это понятие но почерпнуто из книги ирмия у из 31 главы он там говорит о том что в конце времен бог действительно заключить с народом израиля новый завет брит хадаша который будет написан в сердцах не на скрижалях а в сердцах так что как бы понятно что с этой точки зрения фигура ирмия у крайне важна но она важна еще и по другой причине по причине того чтобы что иисус изображается помимо прочего как преследуемый пророк пророк преследуемый собственным народом его руководителями и это этот мотив это мотив конечно центральный как мы уже и говорили и гермия у тебя я приведу несколько примеров мы чтобы мы в этом убедились а вот например есть знаменитый рассказ об изгнании продавцов и из храма из храмового вора иисус изгоняет этих продавцов и менял значит эта история приводится во всех его евангельских текстах но для нас интересно здесь именно история текстов синаптических евангелий то есть тех которые более-менее сходным образом рассказывают истории это марк матфей и лука предполагается сейчас не буду вникать как бы в новозаветное исследование предполагается что евангелие от марка наиболее древняя на нем основывается матфей и лука авторство естественно абсолютно псевдоипографическое это поздние заголовки кто писал эти тексты нам точно не известно но для нас часто и не важно некоторых случаях предполагается что возможно автором являлся еврей вот но когда он выгоняет этих самых продавцов и менял он произносит следующую фразу написано дом мой наречется домом молитвы для всех народов разных разных версиях евангельских по-разному этот стих подается дом мой наречется дом молитвы думаю наречется дом молитвы для всех народов и это цитата прямая из книги и шаял из 56 главы очень знаменитой и я читаю помимо прочего как автору в посты значит а дальше очень интересная фраза а вы превратили его мой дом вертеп разбойников на мярад парицын теперь вот это мярад парицын а я не буду сейчас вникать языковые моменты да понятно что это перевод с греческого я только скажу вам что текст на который здесь ставит делается опора тексте кто один он отражает ровно то же самое выражение и на греческом а это то же самое теперь этот текст вы превратили мой дом в верте прозвольника это скрытая цитата из книги пророка ермиял из 7 главы где пророк облице стоя во вратах храма подобно иисусу здесь обличает своих соотечественников разных преступлениях и говорит им а мярад парицын а я байт азе ашерник рашми она неужели стал мой этот дом на котором наречено мое имя стал вертепом разбойников а в цептуагинти то же самое выражение по-гречески что и в евангельских текстах теперь смотрите что получается получается следующая вещь иисус здесь цитирует как канонический текст книгу и шаяу а это как бы канонический текст ведь написано дома и наречется домом молитвы а дальше как будто бы сам произносит слова от своего имени но вы превратили его в верте прозвольник цитируя скрытым образом ирмиял то есть по сути дела он играет здесь роль пророка ирмиял как будто ирмиял процитировал стихи за сай и отреагировал на него здесь вот делать такой вот литературный хитрый ход с одной стороны есть пророческий канон и он цитируется как таковой на цитируется стих из и шаяу а с другой стороны от имени персонажа цитируются слова ирмиял по сути дела оказывается здесь прототипом иисуса а вот собственно говоря я привожу этот текст из ирмиял вот он но и но это это как бы один пример хочу обратить ваше внимание на то что и другой пример есть другой пример сам по себе мотив ареста пророка и суда над ним это опять же мотив здесь меньше таких вот конкретных параллелей но сам по себе мотив ареста пророка и суда над ним ареста пророка руководством собственного народа, и суд, который проводится руководством собственного народа над пророком. Это мотив, который является центральным в библейской биографии Ирмия, мы об этом говорили. А вот в частности, например, 26 глава, где пророка хватают священники, куаним, пророки, навиим, и весь народ, и требуют для него смертной казни. Надо отметить, что и в случае ареста Иисуса, в случае ареста Иисуса, значит, главную роль играют опять-таки когены, священники. Они как бы стоят во главе суда над Иисусом. Даже место суда похоже. Ирмия усудят во дворе храма, а Иисуса судят в Санхедрине, судя по всему, опять же, это как бы находится на территории храма, как это следует из сказанного в Мишне в трактате Медот. Теперь любопытно, что и обвинение, которое выставляют пророку, похоже, но не одинаковое, но похоже. Ирмия обвиняет в том, что он пророчествует о том, что храм будет разрушен. В случае Иисуса его обвиняют в том, что он сам обещает разрушить храм и потом построить его снова. В обоих случаях требуют смертного приговора и для Ирмияу, и для Иисуса. Наконец, в обоих случаях обвиняемый подвергается избиению. Это правда в случае Ирмияу не в этом рассказе, но в других рассказах об арестах его. В первом рассказе о том, как его арестовал Коген Пашхур, сын Эмера, и избил его. Его избивают вельможицы Ткияу, требуя тоже для него смертной казни. И Иисуса тоже избивают несколько раз. Наконец, дополнительным мотивом является то обстоятельство, что и в случае Ирмияу, и в случае Иисуса, кто встает на защиту обвиняемого, на защиту преследуемого, это чуждые властители. В случае Ирмияу, мы говорили, это Новозарадан, действующий от имени Новохудоноса, освобождающий Ирмияу. В случае Иисуса это знаменитый Понтий Пилат, который, согласно евангельским нарративам, пытается спасти Иисуса от смерти. Правда, ему этого сделать не удается. Значит, обычно в новозаветных исследованиях высказывается вполне здравая мысль, что это все носит явно апологетический характер, чтобы представить ситуацию таким образом, что в смерти Иисуса виновата еврейское руководство и даже весь еврейский народ, а не римская власть. Хотя, как мы знаем, в реальности только римская власть могла осудить на смерть. Но я думаю, что помимо этой здравой мысли есть еще один момент. Опять же, вот этот паттерн, это следование литературному образу преследуемого пророка, начинающегося с Ирмияу, которого пытается освобозить чуждый властитель. Таким образом подчеркивается то обстоятельство, на которое, кстати, евангельский нарратив несколько раз наметает, говоря, что нет пророка в своем Отечестве, что вот свои преследуют, а кто же спасает как раз-таки чужие. Мы читали у Флавия историю про Иошуа сына Ханании, где, опять-таки, римский представитель Альбин освободил этого Ишуу сына Ханания из-под стражи. Любопытно, что имена те же самые. На это обращалось внимание в исследованиях. Иисус, Ишуа. Еще один момент, на который я хочу ваше внимание обратить. Это мотив пролития невинной крови. Ирмияу, когда его судят, он, помимо прочего, говорит такую вещь, что если вы меня осудите на смерть, вы прольете невинную кровь, да, дам на ки, айма, айма, а тоон. И эта кровь будет на вас и на этом городе. Теперь, любопытно, что это же выражение появляется все в той же проповеди пророка в седьмой главе, где речь шла о вертепе разбойников. И он там убеждал своих, как бы, убеждал своих соотечественников не проливайте невинную кровь, дам на ки, то же самое выражение в сектуагенте, в этом месте. Не проливайте невинную кровь. На самом деле, эти две главы связаны между собой, седьмая, двадцать шестая, поскольку двадцать шестая открывается по очень похожей проповеди. Теперь, почему этот момент нам важен? Этот момент нам важен, потому что в Евангелии по Матфею тоже есть мотив пролития невинной крови. Он появляется несколько раз и, как бы, очень назойливо звучит. Прежде всего, в истории с Иудой Искариотом, он сам говорит, что он пролил невинную кровь. То же самое выражение, заметьте, да, айма атоюн, да, то же самое выражение, дам на ки. И что еще более любопытно, что в этой связи цитируется стих, который на самом деле принадлежит Захарии, пророку Захарии. Вот он, этот стих здесь. «И возьмут тридцать серебряников» и так далее. Но любопытно, что в части рукописей Нового Завета, Евангелие от Матфея, вместо Захарии написано в большинстве рукописей написано, так сказано у Иеремии. А то есть, как бы, связи явно вырисовываются. Пилат, когда он обсуждает судьбу Иисуса, он говорит, «Я чист от крови этого праведника». То есть используются, опять же, те же самые выражения и на греческом. «Народ, говорит, его кровь на нас». Значит, Ирмьяу, напомню, говорил о том, что если вы прольете невинную кровь, то она падет на вас и на этот город. И опять же, как бы, общее, как бы, со времен Давида Флюсера, такого исследователя, очень крупного, в частности, исследователя Новозаветных текстов, как бы, общая здравая мысль состоит в том, что вот этот кусок, где народ говорит кровь его на нас и на наших детях, ну, сам Флюсер считает, что это, как бы, более поздняя вставка в нарратив, которая уже, очевидно, носит такое, как бы, начало такого христианского антисемитизма. Он датирует его более поздним временем, чем первый век, когда эти тексты писались, создавались. Но возможно, повторяю, что сам по себе мотив этой невинной крови в Евангелии от Матфея связан с, как раз таки, опять же, с тем же нарративом об Ирмияу, где этот мотив невинной крови тоже звучит. Значит, наконец, перед тем, как, собственно говоря, завершить этот наш разговор, я хочу показать вам, что на самом-то деле есть одно место, по крайней мере, опять же, в Евангелии от Матфея, где напрямую Иисус сравнивается с пророком Ирмияу. Это место, у которого есть параллели и у Марка и Губки. И там говорится следующее, что когда Иисус пришел в Кесарию, он спросил своих учеников, что обо мне говорят люди, кто есть Сын Человеческий. Вообще говоря, само выражение Бен-Хадам почерпнуто с одной стороны из книги пророка Ихискеля, с другой стороны он появляется в книге Даниэля. Но для нас сейчас важно другое. Ответ. Ответ такой. Есть те, кто говорят, что это Иоанн Креститель, Иоанн Креститель, Иоанн Аматбиль, что он как бы воскрес из мертвых, он был к тому времени уже убит Иродом Антипой. Есть те, кто говорят, что это Ильяу, воскресший, опять-таки, вернувшийся пророк, библейский пророк Ильяу, которого так и так ждут при наступлении Исхатона, согласно книге Малахи. А есть те, которые говорят, Ирмьяу или один из пророков. Любопытно, что Ирмьяу появляется только в версии Матфея, у Марка и Луки просто написано, или один из пророков прошлого. Но вот это появление Ирмьяу, как и в случае Флавия, Флавия в одном месте в Иудейской войне, напрямую сравнивает себя с Ирмьяу, так и здесь. Автор фактически намекает нам на то, что фигура пророка Ирмьяу играет важную роль как бы в создании образа Иисуса, как гонимого пророка. А то, что он как бы Иисус в этих текстах разные роли играет и мессии, и священника, и сына Божьего, и кого только нет. Но одна из ролей – это роль пророка. И это проговаривается напрямую в нескольких местах, что он пророк. Причем пророк гонимый, преследуемый. И это, конечно, укладывается в первую очередь в образ Ирмьяу. Теперь перед тем, как я отдам вам возможность задать вопросы или сделать замечания, я только хочу подытожить весь этот наш разговор. Сегодня мы его заканчиваем таким образом. Я пытался показать здесь, что Ирмьяу обрел в каком-то смысле такую вторую жизнь. Во-первых, мы видели и разбирали это две недели назад, были как бы дополнены рассказы о нем в разных текстах, сочинениях эпохи второго храма и после его разрушения, что с ним стало, как он умер. Это одна линия. А другая линия, повторяю, использование его образа как типологического. Моасея вот Симан Лебаниль. В общем, как бы итог такой. Библейские образы не исчезают бесследно. Они обретают такую вторую жизнь в новых персонажах, которые строятся как некоторое повторение. Потому что с этого я начал прошлое наше занятие. Восприятие истории носит типологический характер. История повторяется. Это не просто как бы цепочка причин и следствий, связь между которыми достаточно случайная. Это скорее матрица. Все строится на основании определенных моделей. Эти модели лежат в основе священного писания, Танаха. И дальше они как бы продолжают разрабатываться. Ну хорошо. Значит, есть ли вопросы или замечания касательно нашего сегодняшнего разговора. Что-то, что осталось недосказанным. Пока что я вижу, что к нам присоединилось довольно немало людей. Кто-то что-то еще хочет спросить, узнать. Да, позвольте спросить. Да, пожалуйста, Вадим. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы как считаете, вот это сравнение Иисуса с пророками, оно для чего было, для чего вообще производилось? Потому что существует мнение, как будто бы в Иисусе пророчества сбывались. Как бы как подтверждение того, что это на самом деле Машея. Смотрите, это не мнение, это то, что напрямую высказано, опять же, евангельскими текстами. Тут как бы две разных стороны. Надо их разделять. С одной стороны, евангельские тексты трактуют те или иные библейские пророчества, как относящиеся к Иисусу и как бы исполняющиеся в нем. В этом они чем-то напоминают кумранские пешеры, о которых мы говорили в прошлый раз. А есть другая сторона. Попытка самого Иисуса как бы поставить в контекст библейского нарратива, как бы надеть на него, одежду, в частности, библейского пророка. Для чего это делается? Делается с двумя целями, связанными друг с другом. С одной стороны, это придает авторитет. Это вообще была такая болезненная тема для ранних христиан, гонимых Римом, доказать свою легитимность. А как доказать свою легитимность? Утверждением, что они не выскочки, ни откуда-то неизвестно откуда появились, а что у них такая же долгая и уважаемая традиция, как у всего еврейского народа. Они основываются на Танахе. И главный их культурный герой, он как бы находится, как бы вписан в эту структуру. А с другой стороны, как бы в теологическом споре, который начинается уже на самых ранних этапах существования раннехристианского движения, уже с Павла это начинается. Павел самый ранний христианский автор, еще не называемый христианским. Я сейчас не вступаю в дискуссию касательно того, когда именно произошло отделение христианства от еврейской традиции, еврейской религии. Но спор теологический шел с самого начала. Теология Павла строится на том, что евреи отвергают Иисуса и за это наказываются. И поэтому избирается другая категория населения, которая принимает весть об Иисусе. Правда, у Павла это все сложнее, потому что Павел считает, что, по крайней мере, в некоторых текстах его это высказывает, что, в конце концов, и евреи тоже примут эту весть и будут спасены. Но так или иначе, для чего используется образ пророка? С этими полемическими целями. Потому что, если Иисус – это преследуемый пророк, и судьба его подобна судьбе преследуемого пророка, то понятно, что происходит. Потому что вот Ирмияу, преследуемый пророк, его отверг собственный народ, не хотел его слушать, руководство народа – царь, вельможек, куаним, священники пытались его казнить. Вот, пожалуйста, повторяется та же самая история. В случае с Ирмияу был разрушен первый храм. Он говорил о разрушении первого храма – это произошло, потому что не послушали его голоса. А в случае Иисуса разрушается второй храм. Опять же, потому что не послушали его голоса. И вот эта смычка – естественно, идея Нового Завета, Нового Союза, Брит Хадаша. Вот, я думаю, в этом тут дело. Еще какие-то вопросы? Да, ну вот не совсем понятно, потому что, вы знаете, многие пророчества, они вообще выдернуты из контекста, так же, как пророчества о том, что Дева родит. Это вообще не касается Машеха, это касается, как разобрались на некоторых уроках, это касается сына пророка. Смотрите, смотрите, то, что пророчества… Они, как бы это… Обвинение в том, что пророчество выводится из своего непосредственного контекста, это, как бы сказать, обвинение немножко слабое. Почему? Потому что так же точно, опять же, действуют и кумраниты, так же точно действуют мудрецы. Да, они очень часто не считаются с контекстом того, что они читают и толкуют, и, собственно, напрямую об этом говорят. Дело тут в другом. Да, значит, как бы это все происходит еще и, повторяю, в рамках полемики за избранность. В случае со стихом, который вы упомянули, проблема, скорее, даже не в том, кто родится, а кто не родится, а в понимании слова партенос греческого, которое, вообще говоря, вообще говоря, может обозначать девственницу и обозначает обычную девственницу, но оно является переводом слова на иврите, которое может быть как девственницей, так и нет. Вот это слово «альма», оно там в истории со сватовством Ицхака и Ривки, этим словом партенос приведено слово «альма», и там это действительно девственница. В других случаях слово «альма» обозначает совсем другое. Да, это как бы не очень правильное понимание текста переводчикам. Это не только вопрос контекста. Но я еще раз говорю, что касается попытки использовать библейские пророчества для того, чтобы утвердить те или иные идеи, ну да, это то, что они делают, эти авторы. Они не считают это для себя нелегитимным. Мы можем их упрекнуть в том, что они вырывают вещи из контекста. Но вы провели этот урок для того, чтобы показать то, что просто пророк Еремия заимствован для подтверждения легитимности Иисуса или для того, чтобы доказать обратное? Я провел этот урок для того, чтобы показать, я ведь не только занимался новозаветными текстами, я занимался текстами Талмуда, а в прошлый раз мы занимались текстами Флавия, текстами Кумрана, текстами еще более ранними книги Девреями. Я провел этот урок для того, чтобы показать вам, что это немножко не совсем история в буквальном смысле слова, но это как бы историческое видение, как пророческая фигура воспринимается, ну как своего рода, это такой воспроизводящий себя образ. Она воспроизводится в различных целях. Вот я не пытался здесь сказать, легитимно это или нелегитимно, это вопрос совершенно другой. Как бы это делается в литературных целях, но эти литературные цели зиждятся на некоторой исторической концепции. Историческая концепция состоит в том, что вот да, история типологична, и что как бы вещи повторяются. И поэтому, если Иисус это, допустим, просто человек, который объявился во Мессии или объявился во Пророкам, этого недостаточно. Нужно, чтобы в нем были найдены черты, соединяющие его с библейскими образами. Это то, что для них было существенным. Иначе это утверждение повисает в воздухе. Вот то, зачем я это сказал. Опять же, не для того, чтобы сказать, правильно это или неправильно. Это другой вопрос. Правильно это или неправильно. И уже во всяком случае, я здесь, как бы мы вернемся в следующий раз к более такому историческому дискурсу, историографическому дискурсу. Но здесь, как бы, авторы чувствовали себя очень вольно. Не то, что перед нами предстала фигура исторического Иисуса. Отнюдь нет. Можно сказать такой вопрос, что фактически тот же принцип, который мы наблюдали между книгами царей, евреями и так далее, переписка, и то, что я предполагаю, наверное, так оно и есть, это приспособление тех или иных легенд или устного творчества к какому-то злобе дня, к какому-то политическому моменту, она просто перешла границы, в конце концов. То есть использовался тот же самый принцип и в отношении Иисуса. То есть ничего, никого другого принципа, другого как бы и не было. Ну да. Единственное, что я бы все-таки поостерегся бы в терминах злоба дня, политика, пропаганда, я бы все-таки более осторожно выражался. Да, есть литературно-исторические конвенции. В этом смысле, в этом смысле, как бы, да, традиция этих конвенций, она закладывается еще в самом Танахе, да, похожие вещи иной раз делает книга Деврея Мим по отношению к своим источникам. Да, верно. Это не всегда политически ангажировано. Это может быть так. Но это может иметь и более как бы широкий идеологический контекст использования каких-то литературных стратегий для выстраивания образов. За этим могут стоять какие-то историософские концепции. Но в целом, как бы, да, это некоторое такое наследование пэтронов, образов. Ну, хорошо, но это не искусство для искусства. Это не было стремлением к истине, к исторической истине. Ясно, что это... Смотрите, это не искусство для искусства, конечно. Это и не стремление к исторической истине, если под исторической истиной понимать фактологию, да, отображение фактов в наиболее объективной форме. Это, скорее, как бы стремление найти, ну, как сказать, историко-теологическую истину, да, значит, как бы, поскольку история тоже воспринимается как выражение божественного отношения к миру. Вот найти правильный подход, правильное изобразительство. Да, в этом смысле, да. Ну, хорошо, но если мы смотрим, допустим, дальше, книгу Кузари и так далее, и так далее, то есть мы видим, что религия фактически по своему существу и по своему, как бы, она не была просто философией, она была средством организации социальной какой-то и так далее, то есть она не являлась, опять-таки, каким-то природным таким явлением. Верно, верно, верно. Конечно, это играло и социальную роль, нет сомнения. Да, конечно, отражало какие-то социальные структуры, социальные процессы, которые происходили в обществе, разумеется, с этим я не спорю. Хорошо, хорошо. Если ни у кого из остальных участников вопросов и замечаний больше нет, пока что вроде никто не высказывался, тогда мы сегодня завершим наш разговор, я думаю, и, как я уже и сказал, в следующий раз мы вернемся в Танах и будем читать начало книги Эзры, обратимся к книгам Хагая и Захарии в связи со строительством второго храма и попытаемся осмыслить, что там происходило тогда и как это изображается. Я всех благодарю за внимание.